Добрый день дорогие друзья, я рад вас приветствовать на моем канале и сегодня мы посмотрим такую карту как Челлингтон для фарминг симулятор 2017. Начинаем осмотр мы естественно с фермы, единственное что давайте в самом начале откроем нам ворота, чтобы потом нам можно было выехать без проблем отсюда. И давайте осматривать данную ферму. Смотрим, у нас тут здание, строение очень красивое, все зеленое. Так, у нас есть ангар, тут у нас плуг с прицепом, так, хорошо. Дальше у нас, я так понимаю, у нас будут овцы, но к овцу мы попозже заглянем. И здесь у нас идет уже хранилище, с хранилища мы можем доставать как ковшом, допустим, насыпать в прицеп, да, или же подъезжать вот сюда. Здесь место выгрузки и место погрузки рядышком. Здесь у нас тоже два ангара, один ангар у нас комбайн стоит, но я думаю, что необязательно можно любую туда технику ставить. Тут же у нас стоит трактор и я так понимаю, здесь мы покупаем семена для нашей сейлки. Так, а что вот это за домик? Тоже какой-то гараж. Тут довольно узкие ворота, я сомневаюсь, что сюда что-то поместится из техники. Но это как статичный объект такой получается. Так, а здесь у нас тоже по ходу удобрения какие-то. Так, давайте дальше смотреть. И здесь же рядышком у нас получается свиньи. Вот такой вот загон у них. Сразу же, прямо на месте все. Так, здесь у нас тюковщик. Возможно здесь продаются тюки. Это надо проверять. Не проверял. Так, косилка, груз. Так, здесь у нас тоже ангар. Трактор, который не ездит. Культиватор ставит, сейлка. Так, а что у нас здесь? Давайте сюда зайдем. О, смотрите, еще один трактор. Ну, на нем навряд ли покатаешься. Это тоже статичный. Но довольно неплохо все сделано. Еще один выезд есть. Смотрите, какая дорога классная. Да откроешься ты или нет? О, открывается. Видимо, поломанный конвейер стоит. Так, что у нас еще тут есть интересного? Так, там уже корова. Сейчас к коровам пойдем. А это комбайн. Поломанный. Поломанный комбайн. Хорошо. Ну, места для техники вполне достаточно, в принципе, чтобы разместить всю необходимую технику. Так, это у нас, получается, тут коровки. Да, коровник. Тут у нас будет жидкий навоз, скорее всего. Так, а это уже сам коровник идет у нас. Хорошо. Силостная яма. Рядышком тут. Опять же, есть выезд на поле, если надо. Так. Около коровника у нас какой-то гараж. Вместе с баскетбольным. Кольцом. Можно поиграть. Пока ждешь, пока урожай созреет. Есть! Мы забили. Так, давайте дальше пойдем. Где-то у нас здесь курятник. Слышу кур. Но пока не понимаю, где они. Это, видимо, туалет, да? Но что-то он как-то не очень похож. Не очень похож. Пойдемте к курятнику сходим. Посмотрим на кур наших. Так, а где они? Я их слышу, но не вижу. Через кусты проберемся. А, вот такой вот, смотрите, здоровый курятник у нас. Довольно большой курятник. А мы можем туда попасть каким-то образом? А, у нас открыто, да, все здесь. Заходи, бери что хочешь. Такой вот большой курятник. И, опять же, около курятника у нас есть навес. Куда можно ставить технику. И потихонечку, потихонечку мы с вами подошли к нашим овцам. Опять же, здесь трава вот растет. Можно здесь косить. Я думаю, можно. Покосил, покосил. Сразу овцам нашим отдал. И вот наши овцы. Ну, довольно стандартно получается. Стандартный объект. Такой вот навес для них сделан. Здесь, видимо, они будут спать. С большего мы всю ферму с вами посмотрели. Так. Возвращаемся на исходную позицию. И давайте отправимся уже, проедемся по дорогам. Посмотрим магазин. Посмотрим приемку. Что у нас еще есть? Придельные у нас есть. Ну и по дорогам, по полям проедемся. Посмотрим, как они сделаны. Так. Поедем на тракторе, наверное. Садимся в трактор. И поехали. Так. Выезжаем с фермы. Кустики. Все такое зеленое довольно, да. Видите, что зелени очень много. Это хорошо. Это приятно глазу. Сразу же у нас здесь есть шестое поле. Оно наше. Мы можем его убирать. А мы давайте с вами, куда мы отправимся. Давайте первое, куда съездим, это на Прядильню. Посмотрим Прядильню. А потом поедем дальше на магазин. Довольно зеленая карта. Видим еще какой-то объект тут, да. Мост. Железнодорожный, по-моему. Так. Проезжаем. Такой мостик. Тут какой-то домик стоит. Прикольно. Лодка. Кувшинки или что это. Едем дальше. Красиво сделана карта. Молодцы. Смотрите, у нас есть тропинка. Давайте по тропинке проедемся. На 18 поле. Оно, кстати, тоже наше получается. Туда проедем. Дорога такая ветлявая. Ветлявая дорога. Заезжаем сюда. О, так у нас тут замок целый. Ребят. Ну-ка, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что у нас там за достопримечательность такая. Тут у нас целый замок. Ничего себе. Ну, полуразрушенное здание, да. Полуразрушенный замок такой. А вон, по-моему, у нас еще какие-то объекты. Ну-ка, давайте-ка проедемся. Сейчас прямо по полю проедем. Какая-то кочка тут. Вот здесь, по-моему, тоже какое-то здание, нет? Да, есть здание. О, а тут канал. Как нам проскочить? Может быть, с разгона? Не хочется возвращаться. Эх. Есть. Пролетели мы. Так, озерко какое-то. Озерко. Кирпичное какое-то строение, да. Ну, видимо, это просто статичный объект для красоты. Но красиво, классно сделано. Классно сделано. Так, мы что-то отдалились от нашей предельни. На кочках трактор колбасит. Дорогу вот так вот прикольно сделали, что она не тупо прямая, а такая извилистая. И очень много кустарников. Карта зеленая. Так, ну что? Нам, получается, налево надо, да? Так, поехали. Тут еще у нас поле двенадцатое. Ну, красота, красота. Что я могу сказать? Я уже на стримах говорил, и повторюсь, да, что... Чем отличаются конвертерные карты, конвертируемые, да, с пятнадцатой фирмы, от карт семнадцатой, что семнадцатая очень красивая карта. Смотрите, а у нас левостороннее движение. Это вам не шутки. Ну, мне бочка понравилась, где написано молоко. Явно это за границей. Но бочка с молоком, это прикольно. О, смотрите, тут мельница есть даже. Давайте-ка подъедем к ней. Посмотрим. Класс. Мельница. Вот плохо, что она не работает. Так бы можно было бы сюда пшеницу привозить. Так, а это у нас триодильна. Здесь мы будем продавать с вами шерсть от наших овец. Довольно мутное здание. Но в целом, в целом нормально. Смотрите, какое поле здоровенное. Класс. Просто класс. Так, тут у нас какие-то домики. Это как городок уже получается. Яйца можно продавать здесь. Ну, давайте уже, раз мы приехали сюда. О, телефон стоит. Телефонная будка. Ага, смотрите, тут кладбище. Часовня какая-то. Домик стоит. А там что, цветы? О, смотрите. Труселя висят. Майки. Капуста, помидорки растут. Ну, и все. Это, получается, конец конец деревни этой. Ну, че ж, красиво. Красиво, красиво. Ну, магазин у нас скромненький. Скромненький магазинчик. Покупка, продажа техники. Здесь же у нас банкомат есть. Все скромненько, я бы сказал бы. Поехали дальше. Ау, не переверни мне трактор. Поехали дальше. И здесь у нас приемка получается. Такая вот корова здоровая. Это, опять же, тот объект, который мы на стандартной карте видели. Это покупка и продажа скота наших животных. Тут же у нас силостные ямы. Тут же у нас продажа, я так понимаю, или покупка навоза жидкого. Пока непонятно. Есть весы. проедем дальше. Так, пункт продажи. Один. Так, вот здесь вот у нас силос продавать. Ну, и получается все. Деревья прикольные. Старники классно сделаны. Так. Тут тоже какой-то дом, смотрите. Помидорки. А вот пикап наш стоит. Возможно, это наш дом. А это уже непосредственно ферма. И возвращаемся на ферму. Ну что, друзья, вот такая вот карта. Довольно интересная карта. Мне она понравилась. Довольно зеленая. Я думаю, что тут прикольненько будет играть в кооперативе. Поля у нас получаются не квадратные и не прямоугольные. Поэтому проблему с наймом ботов будет. Желательно, конечно, здесь все все работы выполнять самому, либо вашим друзьям. Но вполне в себе интересная, приемлемая карта, чтобы провести несколько вечеров с своими друзьями. По поводу, будет ли она в следующем сезоне у нас на прохождении, не знаю, ребята. Карта, в принципе, неплохая. В любом случае, будет голосование. Вы будете сами выбирать, на какой карте мы будем играть. Но я буду заканчивать свой обзор. Говорю спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok